приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы название видео выбираю 22 октября для посадки озимого чеснока и лука говорит о главной теме которую собираюсь в ближайшие несколько минут раскрыть более полно но естественно доказательно в последние несколько лет мы высаживали чеснок в ноябре это была чаще всего вторая половина ноября семенной чеснок в конце октября для нашего региона а мы живем в городе измаил это юг украины и юг одесской области это время завершающего месяца осени было самым оптимальным и озимый чеснок и озимый лук хорошо проживали зиму весну и щедро радовали нас хорошим урожаем осень 2021 года меняет сроки посадки озимых чеснока и лука даже в нашем регионе будем их высаживать и высевать семена чеснока озимого 22 октября и пришли мы к этому решению на основании анализа климатической ситуации на планете во многих регионах и странах даже в жаркой африке когда-то все чаще выпадает снег и столбики термометров опускаются ниже отметки 0 градусов по цельсию и это уже происходило в сентябре этого года в первой половине октября и продолжает вот в октябре происходить тенденция к понижению температуры продолжается многие синоптики все чаще произносят вместо недавнего словосочетания глобальное потепление вот такие словосочетания арктический холод арктическое вторжение века стремительное похолодание снежный шторм и тому подобные и все чаще уже в открытом доступе попадаются вот такие сообщения я одно взяла и скопировала иногда они появляются потом куда-то исчезает но вот скопировала приведу несколько строк вот сообщение от 6 октября 2021 года сайте гис метео под названием южный полюс пережил самую суровую зиму за всю историю наблюдений и еще буквально несколько строчек это сообщение было 6 октября совсем свежие еще горячие метеорологи на антарктической станции амутсен скотт зарегистрировали рекордно низкие зимние температуры с апреля по сентябрь 2021 года когда в среднем похолодало до отметки минус 61,1 градуса цельсия по цельсию далее средняя температура в районе станции оказалась на два с половиной градуса ниже чем за прошедшие 30 лет эксперты которые занимаются изучением вот этого вопроса с температурой все кто занимается изучением погоды и климата антарктиды заявили что этой зимой на метеостанции несколько раз холодало до минус 73,3 градуса 30 сентября вот сейчас 2021 года совсем недавно температура в районе станции восток понизилась до минус 79,3 градуса что немного не дотянуло до мирового рекорда самой низкой температуры в октябре который составляет минус 80 градусов абсолютный мировой рекорд минус 89,2 градуса по цельсию был зарегистрирован на станции восток 21 июля 1983 года и очень интересное далее предложение прошу обратить внимание экстремальная холода в антарктическом регионе в 2021 году подняли уровень морского льда до 5 по величине за всю историю ведения записей морской лед увеличивается это ответ тем кто до сих пор отстаивает точку зрения глобального потепления мини ледниковый период уже здесь а теперь немного информации о погоде в ноябре весь 2021 год сатурн и уран находится в противостоянии и в ноябре этот аспект квадрат сатурн уран будет продолжаться особое напряжение этих планет будет наблюдаться в первую неделю ноября а далее еще интересней новолуние произойдет 5 ноября в знаке скорпион скорпион стихия воды это раз солнце в соединение будет со скорпионом в соединении со скорпионом слушайтесь это тоже стихия воды далее скорпион будет находиться в оппозиции к урану водный знак и стремительный уран нептун властелин вод земли разворачивается и становится статичным в ноябре и это еще не всего в октябре 2021 года плутон сатурн юпитер выходит и уже вышли из ретроградности а плутон и сатурн очень любят творчество в кавычках конечно же с климатом получается что благоприятный период посадки озимых чеснока и лука 8 и 9 ноября могут оказаться невыполнимыми невыполнимыми из-за сильных осадков может быть гололед снег и естественно минусовые температуры даже у нас на юге украины не говорю уже о других регионах и странах европы поэтому мы принимаем такое решение высаживаем чеснок и лук в этот короткий период 22 октября который давит нам плодородный телец после полнолуния посева и посадки можно начинать с 12 часов дня но лучше их провести ближе к 15 часам и до 22 часов вечера вчера 18 октября после отличного но очень хорошего продуктивного циклона в нашем регионе с солидными осадками установилась солнечная погода с плюс 13 градусов в ближайшие дни недели температура днем будет еще выше поэтому эти благодатные дни нужно использовать для подготовки посадочного чеснока и лука семян чеснока посадки этим и будем сегодня заниматься сегодня 19 октября семена нужно обеззаразить в растворе марганцовки высушить подготовить основательно их уже только потом сделать такие важные дела самой технологии посадки и высадить грядки у нас уже готовы три недели назад грунт был подготовлен спланированы грядки где будут проведены посадки семян и луковиц земля за это время уплотнилась хорошо и еще очень хорошо уплотнилась благодаря вот этому спокойному дождю который у нас был благодатный круглосуточный остается основательно подготовиться к 22 октября и после обеда приступить к важному делу к посадке озимых чеснока и лука кстати в ближайшие дни обманчивые дни будут очень теплые температуры высокие днем что многим будет трудно поверить в то что может резко поменяться температура и погода именно так поступает плутон и сатурн они позаботятся о новом стремительном похолодании вот вам пожалуйста тепло снова будет тепло и возвращается тепло нам будут говорить о том что это период будет длительный а это обманчивое тепло всегда после такого тепла наступает холод работает принцип холодильника сначала должно быть тепло а затем холод ну как это работает те кто холодильщики они знают этот принцип мы уже об этом знаем с вами и теперь об этом знаете и вы уважаемые наши подписчики и зрители остается сказать что предупрежден и вооружен у вас есть время для того чтобы подготовиться мы специально заранее делаем это видео и желаем вам удачной посадки озимых чеснока и лука мы прощаемся с вами до следующего видео с наилучшими пожеланиями всяческих мыслимых и немыслимых вам благ а также благодатной погоды авторы канала раиса горяченко и александр волик